Добрый день, с вами Дарья Полякова и это арт-терапевтические занятия для ваших деток. Главной целью нашей встречи является создание благоприятных условий для развития ваших деток. Арт-терапия – это вообще наиболее щадящая методика подготовки детей к возрастным кризисам и преодоления их последствий. И вообще она способствует развитию малышей и помогает развивать мышление, воображение и все когнитивные процессы и решать целый комплекс задач. Сегодняшнее наше занятие направлено на формирование эмоционального фона и создание условий для релаксации и избавления от последствий стресса. Для работы вам понадобятся лист бумаги и восковые мелки. Техника каракули. Итак, возьмите мелок любого цвета, который сейчас вам хочется, который отображает ваше состояние, вашу эмоцию или проблему. Эту технику могут выполнять как дети, так и взрослые. Закройте глаза, сделайте вдох и попробуйте перенести эту эмоцию, эту проблему на лист бумаги. Просто поведите руку, это не должно быть осознанно. Вводите рукой лист бумаги, так, чтобы получались какие-то непроизвольные линии, образы. И если достаточно, вы можете остановиться в том моменте, когда вы это почувствуете. Техника каракулей способствует развитию и совершенствованию коммуникативных навыков и располагает в проявлении взаимной эмоциональной поддержки. Она способствует исследованию человеком собственных чувств и переживаний, а также снятию мышечных эмоциональных напряжений и расслаблением. Раскрепощаем его и тем самым побуждаем к личностному росту человека, к повышению его уверенности в собственных силах. Итак, посмотрите на лист бумаги, рассмотрите ваши каракули, окунитесь в пространство каракулей и попробуйте побродить там внутри. Какие фигуры, зверюшки, слова, цифры, образы, все что угодно, вы можете там обнаружить. Выдерните из общего фона каракулей отдельные образы. Оставьте самые важные на ваш взгляд образы. Их не должно быть более десяти. Я на своем рисунке вижу образ. Такой золотой рыбки. Можете менять цвет, закрашивать как вам удобно. Можете ставить цвет старым. И я приступаю к раскрашиванию. У меня будет один образ. У вас может быть не больше десяти. Вот такая рыбка получилась у меня. Дайте имя своему образу. Назовите его. Вы можете вырезать и поместить в другое свободное пространство. Это еще один лист бумаги, на котором этот образ будет жить. Располагайте их так, как вам нравится. Подпишите этот образ. Подпишите каждый образ, который у вас получился на бумаге. Подумайте, что чувствует этот образ. О чем он думает. О чем он думает. О чем мечтает. Напишите историю о жизни этих удивительных образов. которые у вас получились. Если это ребенок дошкольного возраста, дорогие родители, помогайте. Подпишите фразами, которые будут начинать этот рассказ, эту историю. И можно просто не писать, а устной форме рассказать. Если это дети постарше или же взрослые, напишите эту историю. Потом, когда вы начнете ее читать, вам придет анализ и осознание. Также эту методику можно сделать другим образом. Закройте глаза и поставьте произвольно точки на листе бумаги. Когда вы откроете глаза, сделайте вдох, выдох, посмотрите на этот образ и попытайтесь соединить эти точки, чтобы у вас получился какой-то предмет, животное или что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok